Здравствуйте! Вы на канале Берлин Берлин, с вами Лидия. Я довольно часто хожу в качестве переводчика, помогаю людям оформлять документы, а также просматривая комментарии под моими видео, наблюдаю следующую картину, что люди, украинские беженцы, очень сильно недовольны тем, что долго ждут ответа от той или иной организации, что проходит недели, а ответа нет. Ребят, вы должны понимать, что до того, как вы здесь появились, каждый работник этой организации имел определенное количество контингента, с которым работал, и немцы, которые подавали заявление, они ожидали ответа 2-3 недели. На сегодняшний день за тот же промежуток рабочего времени эти люди в этих организациях должны обработать гораздо больше документации, и, естественно, что это требует времени. Более того, я вам скажу, на сегодняшний день украинские беженцы во всех немецких организациях стоят в первой очереди, они в приоритете. Немцы раньше ожидали, как я сказала, 2-3 недели ответа, сейчас некоторые ждут по 3 и более месяцев этого ответа, и они тоже, им как бы это не особо нравится, но они это понимают, с пониманием относятся к этой ситуации. И вы должны с пониманием отнестись к этому вопросу. Надо подождать, пока получите ответ, пока ваши документы обработают. Да, вам не дали медицинскую карточку, пластиковую, ну и что? Зато вам дали бумажный вариант, к которому вы также можете пойти к врачу. Я хочу получить разрешение на работу. Вы его уже получили, как только онлайн отправили заявление, что вы хотите зарегистрироваться по 24-му параграфу. Тут же вы получили ответ, в котором четко и ясно указано, что вы имеете право на работу. Я спросила, а зачем вам так срочно нужен этот ответ? И мне ответили, что я бы уже сейчас пошла на работу, если бы у меня был ответ. Так вы сейчас уже можете пойти на работу, имея 24-й параграф. Кем? Уборщицей в детском садике? Посудомойкой? Ребят, а вы кем хотели? Вы хотели приехать без знания языка в другую страну, ничего здесь, не понимая ни менталитета, ничего, и сразу же попасть, не знаю, директором завода, директором банка, канцлером. Кем вы хотели стать здесь сразу же? Сначала все идет постепенно. Сначала вы должны выучить язык, хотя бы маломальский, хотя бы азы, для того, чтобы понимать вообще, что вам говорят. Понимать задания, которые вам дают. Кроме того, если вы хотите работать по своей профессии, значит, возможно, есть регламентированная и нерегламентированная. Есть профессии, которые надо подтверждать, что вы действительно владеете этой профессией. Плюс экономика этого государства имеет определенный расчет, и она нуждается, например, вот в этих специалистах. А этих слишком много, и никуда вы со своей профессией не устроитесь. Может быть, надо получить вообще новую профессию, может быть, переучиться на какую-то другую профессию, курсы закончить. И ничего удивительного нет или постыдного в том, чтобы поработать посудомойкой или же уборщицей в детском садике. Что тут такого, я не понимаю. Это тоже работа, это тоже труд. Из чего-то надо начинать. Где-то надо начинать учить язык, где-то начинать работать. И если вам предлагают такой вариант, то почему нет? Ведь всегда есть возможность роста, если ты этого хочешь. Другой разговор, если ты сидишь и ждешь, что на тебя что-то упадет. Когда я приехала в Германию, у меня было высшее образование, и при этом я не могла здесь работать по своей профессии, потому что надо было сначала подтвердить. А чтобы подтвердить, надо было еще 4 года отучиться в университете. Но мне в этом вопросе отказали. Сказали, что я слишком старая, мне уже 30 лет, и переучивать меня никто не будет. Идите и подумайте над тем, что вы будете здесь делать. Я села, подумала и приняла на тот момент, как мне казалось очень правильное решение. Я пошла сначала учить язык, потом переучиваться на другую профессию. И я считаю, что у меня все прекрасно получилось. Но однозначно и я, и многие другие, кто вот таким образом приезжает в Германию, я имею в виду иммигранты, беженцы, они начинают снизу. Мы точно так же мыли туалеты, работали по ночам, параллельно днем учили язык, учили профессию и еще трое детей дома. Я считаю, что есть люди, которые ищут пути решения своих проблем и достижения цели. А есть люди, которые ищут причины, по которым они не будут этого делать. Так вот, на мой взгляд, вы ищете причину, что я не могу пойти работать, потому что мне до сих пор не прислали документы. Я знакома с потрясающей женщиной из Украины, которая бежала также от войны сюда в Германию с двумя малыми детьми. И в начале первые три недели она реально сидела на чемоданах в полном шоке. Но потом собрала себя в кучу, так сказать. И на сегодняшний день у нее две работы. Да, это физический труд, но это не важно. Важно, что человек нашел уже две работы, и она не хочет становиться на помощь от государства. И даже летом вот ходила с детьми в бассейн, я говорю, а зачем же ты платила, можно было же бесплатно. Она говорит, да ну ладно, ты что, там всего лишь три евро. И вот для меня вот это показатель адекватности человека. Я думаю, сейчас со мной многие согласятся в том, что в любой нации, в любом народе, в любой стране, во всем мире есть абсолютно разные люди. Есть люди адекватные, которые адекватно оценивают ситуацию, в которой они находятся, находятся и умеют найти правильные решения для того, чтобы двигаться дальше. Есть люди неадекватные, я имею в виду не невоспитанных, не культурных людей, а именно неадекватных, которые неадекватно оценивают себя и ситуацию вокруг и не могут сделать адекватных, правильных выводов. Я хочу вам напомнить, по какой причине вы здесь находитесь, на территории Германии или Европы. Почему вы сюда попали? Что происходит в вашей родной стране? И что сделала для вас эта страна? Она вас защитила, защитила, укрыла своим крылом от тех военных действий, которые там происходят, от военной угрозы. Они дали вам жилье, они дали вам питание, они дали вам медицинскую страховку, дали возможность выучить язык и интегрироваться в это общество. Но вы сидите и всё время ищите какие-то негативные стороны, всё время что-то не так. Ах, долго обрабатывают, ах, это не та профессия, которую я хочу, ах, это не та работа, которую я хочу. И врачи не такие, детские сады не такие, школы не такие. А кститесь? Вспомните, кто вы, где вы находитесь и почему? Почему?